Всем приветик! Это Катя с вами. Ой, ты боже, как смачно! Батошенька спит уже у нас час, наверное, четвёртый. Спит, теперь спит. Устал, да, будто ночью нагулялся. У вас, наверное, вопрос, почему здесь я появилась. Потому что мы сейчас с девочками. Я, Настя, Таня, Снежана, Саша. Конечно, едем посмотреть Одессу. Точнее, Таня будет показывать Одессу снижание Саши, потому что они хотели перед уездом. Они, к сожалению, уже скоро влетают. На Дерибасовскую мы хотели поехать, но, к сожалению, сейчас снова начинает набирать обороты пандемия, заболевания. Поэтому мы не хотим в сильно людные места. Но мама говорит, что мы можем поехать. Но мы всё равно пока думаем. Ну, в общем-то, потом я вам чуть позже расскажу. Точнее, мы вместе все расскажем, куда мы едем. Я сейчас хотела рассказать историю из-за этого жука-батона. Я ночью слышу, как дерутся коты. Выбегаю. Начинаю их пытаться прогнать. И они за забором, я не могу до них достать. Я не знаю даже, как туда пройти. Начинаю их отгонять, короче. Побежала домой. Взяла яблоко кинуть возле них. Не в кота. Возле кота, чтобы они перестали драться, испугались и убежали. Я выбегаю, беру твой яблоко. Кидаю. Они дерутся и дерутся. Я свечу фонариком, смотрю. Два абсолютно одинаковых рыжих кота. Я смотрю. И я не понимаю, кто из них батон. Я уже однажды видела этого рыжего кота. Я смотрю, я думаю, боже, два рыжих кота. Просто два батона. Как будто мы батона взяли, клонировали, поставили. И они начали драться. Это было какое-то же... Я прибегаю домой, говорю, папа... Там прибегаю с яблоком в руке. Я говорю, папа, там два рыжих кота. Я не понимаю, кто батон. Папа смеется. Говорит, не понимаешь, в кого яблоком кидать. Я не еду. Не едешь? Привет. Блин, как жаль, Снежан. Ну, капец, как жаль. Все, тогда да, да, встречи. Прям так запрыгнули. Привет. Привет. Нет, это так страшно. Она стоит на горочке, вот и с ним обнимаемся. Залазит. Просто реально очень красиво. Нет, мы уже приехали. А, мы уже приехали, а вы возле Стритова и Академина? Да, да. Нужны аптеки. Хорошо, сейчас через 5 минут будут. Хорошо, давай. Все, Таня будет через 5 минут. Нужно понимать, куда мы идем. Ну, ладно, сейчас-то хотят. Я вот про тебя таза, но все расскажем. Типа мы так на экскурсии не ходили, да? Ну, куда, в смысле, на экскурсии экскурсии? Ну, вообще, ну, по 10, типа там, нет, ну, просто сами ходили, типа, вот театр, там всякие лестницы. Ну, вот на театр, на Потемкинской лестнице были, в парке Шевченко, куда мы сейчас едем, тоже были. Понимаешь, и с машиной, и с дельфинарии были. Это мы с тобой можем потеряться? Мы в этот приезд везде это все были. До этого мы тут не были. Вот надо спросить, почему Одесса, а не Одесса? Почему местный житель хейтит это? Потому что у нас тоже есть такой прикол, типа, нужно говорить Беларусь, а не Беларусия. И как только ты видишь комментарии, такое слово все начинает, типа, говорить правильно. Ну, не Беларусь, а не Беларусия, да? Да, ну, типа Беларусь нет такого названия, почему-то пошло из России. А, мама сказала, что мы можем поехать на Дерибасов. А, да? О, ты тогда поехали на Дерибасовскую. Можем сейчас поехать на Дерибасовскую. А мне она говорила, что, может, лучше не надо. Ну, она сказала, что если мы будем осторожны, типа, держать дистанцию, стараться хотя бы. И плюс, ну, сейчас. Обходить, короче, стороной все до себе стар? Да, нет-нет-нет, в открытом пространстве, не в помещении. А, не закрытых? Да, небольшая реакция за Дерибасов. А это вообще по расстоянию еще далеко? Типа, если пешком ходить? Да. А мы можем поехать сейчас в парк Шевченко. А, посмотри, лестница возле мор-вокзала. А, да, да. Мне просто интересно это, типа. Парк, парк тоже, да, там, ну, недалеко, да. Типа, можно это все пешком походить, посмотреть? Я думаю, мы можем сейчас поехать в парк Шевченко. Таня говорила, что мы спустимся к мор-вокзалу. А Дерибасовская? Она не там. На Дерибасовскую поехать уже как раз стемнеет. Дерибасовская не там. Говорят, на Дерибасовской классно, как раз темно. Так, слушай, мы до парка доедем в полдевятого. Ты думаешь, еще не стемнеет? Ну, так поздно доедем. Ну, час ехать до города, ну, до центра. Стемнеет. А, это уже Одесса? Ну, давай Таня придет, мы еще ищем. Пришла Таня и сказала, что мы поедем сейчас в парк Шевченко. Еще раз покатаемся на... Скажи, пожалуйста, название этого аттракциона, а то сейчас... Пауэр Тавер. Пауэр Тавер. Пауэр Тавер. Покатаемся на Пауэр Тавер, на котором Настя плакала. Она не пойдет. Пойду я с Таней. Действительно. Потом мы пойдем. Саша очень хотела посмотреть на Потемкинскую лестницу. И вообще все мы хотели на Дерибасовскую. Да, оперный театр и мор-вокзал. Поэтому потом мы поедем на Дерибасовскую и оттуда пешком обойдем. Все, 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 все. Такие большие планы. В итоге обычно все здесь совсем по-другому. А потом после Пауэра Тавера ничего не захочется. Будут нас девочки откачивать. Да, да. Все, все. Все влезли уже, да. В связи все вместе. Все, мы приехали. Там колесо обозрения нет. Я думала, что ты снимаешь. Нет. Какие видео снимаешь? Мы приехали сейчас на Пауэр Тавер. А потом уже как получится. Мы приехали. И как всегда оказалось, что нам нужно снять денежку. А куда пойдем снять? У нас территории нет. Нужно выходить. Да. Ну, идем. Мы с Таней покатались снова на Пауэр Тавер. Настя не смогла снять, потому что нас не было видно. Нас посадили с другой стороны. Ваши впечатления? Так ты расскажи лучше. Я уже миллион раз. Мне Таня сказала, действительно, если отпустить себя, просто прекрасное ощущение. Это как контрастный душ. Знаете, вас резко опускают. Вы вообще все забываете. Не знаю. Я ничего не забыла. Выглядело очень страшно. Все кричали. Одна девочка не кричала. И знаете, почему она болтала ножками? Потому что... Потому что это была Таня. Я снимала папа на камере, но чисто на него работала. А мы тоже не кричали. Ну, очень здорово. Мне нравится. Если так, когда будешь, мне не хочется кричать, меня внутри сжимает просто. Но самый классный аттракцион – это Magic. Magic. Да, Magic. Просто... Я не знаю. Тот, кто придумал – это гений. Ее траектория, то, как она летает – это очень классно. А вы, получается, с нами просто приехали туда и посмотрели, как мы на аттракцион. Ничего страшного. Нет. Я не вставляю. Мама не вставляет. Можешь вставлять все, что вы заботитесь. Ага, скажешь, что я мучаю тебя. Только его мучает. Смотрите. Нельзя вставлять. А ты на последних тех-шоу с вампирами скажешь все. Да-да. Приехали в Одессу, прежними мы не вернемся. На улице идти и там поснимай. Это должно быть красиво. Обещали покровить. Да-да. Мы сейчас пойдем на Неджири. Это Дерибасовскую. Вон Таня ведет нас. Настя. Классно говорю, как будто никто не видит. Ну ладно. Все, мы вошли на Дерибасовскую. Это Дерибасовскую. Ты говоришь, что каким-то рядом мужчина не засняла. Не успела. Таня. Да, красиво. Как будто бы Новый год. Да, красиво. Как будто бы еще гримянда украшена в Новом году. Да-да, я тоже говорю, красиво как будто Новый год. Мне интересно, как оно будет выглядеть зимой. Еще больше? Да. Или просто те же самые? Я думаю, те же самые ставят. А они перегорают местами. Я думаю, их меняют. А мне еще нравилось... Таня, расскажи нам, как здесь на Новый год. А меня это... Только тут снег. Только тут снег. Это очень выгодно. Но очень удобно. Здесь мы вешают, короче, шарики. Я думаю, почему они их не воруют? Просто на все шарики стоят в видеокамере. Короче, местных жителей это все остальное. Интервью у местных жителей скажите, пожалуйста. Где ты тут танцует? Актрисунька. Да, вон они. Это танцует танец в стиле Майкла Джексона. Класс. Мы проходим сейчас мимо какой-то выставки мотоциклов или это просто люди, скорее всего, остановились. Таня сказала, сними, сними для папы. Да, папе бы, наверное, здесь понравилось сейчас. Это тот конь, который к маме приставал или мама к коню. Я не знаю. Я знаю, что он ей руки целовал через костюм. Вот, смотрите, красиво. Дерибасовская, Решильевская улица. Видите фонарик? Боже, посмотри. Ну, пожалуйста, продолжай, Таня, не останавливайся. Ты как курсовый отбалцы. Сейчас мы пойдем спустимся через оперный пройдем. А ты была в оперном театре? Так, вообще-то это оперный. Саша очень хотела посмотреть. И потом сейчас мы идем на мор-вокзал, я так понимаю. И потом еще... Не помню. Тань, куда мы идем после мор-вокзала? На Приморск. На Приморск. Ну, я танцевала в этом... Да, танцевала. Какие? Да. А ты? Ну, это не один из студентов. Катя, Катя, Катя. Я ушла. Ой, простите, пожалуйста. Идите сюда, куда мы ушли. Куда? Фоткаться? Да. Под прекрасную песню мы пришли в фонтан. Где ты еще идешь в фонтан? Так, в общем, нам тут Таня показала, что вот там вот мор-вокзал. Это основная, это отель одесский, а там вот это все мор-вокзал. Мы стоим смотрим, сейчас мы туда пойдем. Я надеялась, что просто твой звук попадет ко мне в видео, чтобы мне не рассказывать, что мор-вокзал где-то еще. Тебе понравилось? Тебе нравится в Одессе? Мне нравится. Единственное, что я пока так не разбираю, что вы находитесь, где бы не потеряться, за кем бежать. Саша, тебе нравится в Одессе? Очень нравится. Нет, классно, классно. Смотрите на этих двух милых девчонок. Тань, 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 Настя. Это все запугивание. Вы такие милые девочки. Боже мой, мне так нравится, здесь постоянно кто-то поет, танцует. Очень классно, очень атмосферно. Правда, я не фанат этого пыли людей. Караоке? Супер! Кто хочет кровь без ушей, я могу спеть. Сейчас как спою. И так везде очень круто. Мы только что стояли, где-то минут 15 смотрели. Мы только что стояли, где-то минут 15 смотрели. 1440 очень красиво, очень круто. Они их красивые. Я ждала. Сколько я натерла? Нет, это мы вчера на этом... Вчера на этом... Вчера на этом чуваке был белокрасно-белоклон. Да. Ну, уже сняли. Уже сняли. Мы приедем, все увидим. Нет, надеюсь, нет. Надеюсь, вы ничего не увидите. Все, мы пришли на Потемкинскую лестницу. Саша тоже очень хотела. Саша, ты сегодня посмотришь все, что ты хотела, да? Да, спасибо, это очень классно. Да не за что, боже мой, не за что. Ничего, при чем здесь мы? Мне прям очень нравится. Да, очень круто, очень красиво. Одесса очень классный город. Я бы советовала вам, если туристы хотят куда-то ехать, то это Львов и Одесса, я думаю, в Украине. Вот сам морской вокзал. У нас это просто, ну, вокзал, это джигунка, но под белорусский, да? Ночная Одесса просто прекрасная. Мне, если честно, теперь хочется каждый день по ней гулять. Только не по Аркаде, там слишком много людей. А потом завтра вечером. Ну, вообще, Катя очень красивая. Да-да-да. Ты так тихо спишь, такой, не-не, не будите меня. Катя, поехали. Я говорю, нет, какая Катя? Вот, вот, интересный факт из Одессы. Самое интересное за всю эту прогулку, это сарказм. Вообще, интересно, именно здесь, в этой траве, где-то сидит один единственный кузнечик, которого слышно, и он всего лишь один здесь, и он где-то тут. Но я его не вижу. Пока я рассказывала вам за кузнечиками, все ушли к какому-то памятнику. Сейчас я спрошу у Тани, она вам все расскажет. А что это за памятник? Что это за памятник? Почему ты трёшь ему палец? Потому что это желание. Да? Да. Хорошо, пойду. Так, обязательно антисептик после этого прекрасного пальца, который уже цвет поменял. Чем я цвет поменял? Чтоб наверняка... Вот такой вот. Духи уже. А это в честь чего-то поставили или просто? Да. Почитайте в интернете и там... Хорошо, я забуду. Очень-очень-очень красиво. Мы только что все в один голос сказали, мы хотим к ним. Класс, какие пусы. Посмотри, это лих я вижу, но вряд ли они не сильно бьют, там другие немного. Все, пойдем к ним. Так это какой-то, наверное, выпускной. Да. Поменяй звук вам. А, там живая музыка. Ребят. Да, поют, это живой концерт. Смотрите, сколько ночных мотыльков. Я первый раз вижу, чтобы возле света собирались неможки там и вот эти вот зеленые комарики. А именно мотыльки. Там, где снимался Монатик. Видишь? Да, сказали, что здесь снимал Монатик клип. На этой лодке. Легенда. Видишь написано? А вот смотри. Видишь статуя? Женщина и дочка провожает папу. Да. Ух ты. Ну мы поближе подойдем? Будет поближе. Я вижу, вижу. Где это? И она держит на ручках младенца. Справа. Я не вижу. Вон темный силуэт женщины. Вон, смотри. В камеру. А, это не кто-то стоит, боже. Да, нет. Вот эта статуя. Очень красивая, мне очень нравится. Мне прямо очень нравится. Так ты же рассказываешь, слушай. Расскажи историю. Это мать с ребенком, который провожает отца. В море. В море. Она его держит. И в целом классном. Так, все. Мы уже приехали. Я сейчас иду к дому. Настя поехала парковаться. Потому что на парковке, в которой она обычно паркуется, нет мест. Был отличный просто вечер. Спасибо большое, что вы провели его вместе с нами. Мы уже завезли Таню. Девочки уже дома.